В минувшую субботу на строительстве на месте убиения царской семьи в Екатеринбурге храма на Крови произошло ЧП, к сожалению, очередное. Недалеко в прошлый понедельник с высоты сорвался один рабочий, переломавший себе ноги, но, слава Богу, выживший, и через пять дней почти аналогичный случай. В этот раз около 11 утра беда случилась с 25-летним каменщиком Денисом Николаевым. К счастью, выпал он не наружу, а во внутрь храма и упал на межэтажное перекрытие, пролетев около десятка метров. А произошло все, когда на рабочее место Дениса подъемный крамм доставил очередную порцию раствора. Одна бодья приземлилась на леса благополучно, а когда устанавливали вторую, леса рухнули. Кровало не зипались, и верхние леса сложились. Он стоял на лесах, в принципе, надо было накладывать. Ошибка в чем заключалась? Ошибка заключалась в том, что надо было все-таки накладывать стоять. Скорая по вызову явилась без задержки, однако вытаскивать пострадавшего без помощи профессиональных спасателей не рискнули. После короткого консилиума с участием врачей, спасателей и строителей приняли решение эвакуировать Дениса с помощью того же подъемного крана и здоровенной ванной для раствора. Транспортировка прошла благополучно. На земле пострадавшего аккуратно перегрузили в скорую и доставили строителя в больницу. Предварительный диагноз – множественные переломы ребер. Сейчас его жизнь вне опасности. Но случившееся наводит на грустные мысли. Людей калечить вообще не гоже. И вдвойне печально, когда такие безобразия творятся на таком объекте. Храм на крови – сооружение, представляющее особую ценность не только для всего Среднего Урала, но и для всей страны. Более того, оно имеет без всякого преувеличения международные значения, как воплощение всенародного покаяния, как памятник последнему российскому императору и его семье. Очередная годовщина расстрела царской семьи прошла в этом году в обрамлении двух ЧП. Одно за два дня до, второе через два дня после. Если строительное начальство в экстренном порядке не наведет порядок на стройке, то храм рискует быть возведенным на крови строителей. Продолжение следует...